занимается? Вот я считаю, что касательно мотивации сотрудников должен заниматься предприниматель. Ну, то есть, собственно, я. Если там, вы, наверное, слышали, что у меня какая-то сверхсистема мотивации, да, я немножко к ней более креативно подошла. Я поняла, что в нашем мире вообще людям не хватает уверенности, уверенности в завтрашнем дне. И если собственник эту уверенность даст человеку, то все. То есть, что у нас, какая таблица мотивации. У нас каждый знает, на протяжении какого периода времени он чего достигнет. Если брать, допустим, там, мастеров, да, у меня очень интересная мотивация для мастеров, у нас прописаны их 5 лет, 5 лет, как они будут развиваться в нашей компании. Вот они пришли, проработали полгода, чего они достигли, пришли, проработали год, чего они достигли, и так 5 лет. И человек приходит, и он понимает, что вот за 5 лет у него прорисована вся картина, и с этой картиной он согласен. То есть, я сажусь и говорю, тебе вот интересно вот так вот, вот так. Они говорят, да, все, я хочу. И как бы, ну, все, и мы идем к этому. Я понимаю, что ближайшие 5 лет человек, если вдруг там, ну... Какие это показатели? Показатели? Ну да, вот ты говоришь, ты хочешь этого, он говорит, да, хочу. Ну вот смотри... И как ты поняла, что это это? Ну смотри, у всех людей какие потребности в жизни? Это там закрытие своей долги, не знаю, там купить машину, квартиру, путешествовать и так далее. То есть, это мечты человека, правильно? И почти у большинства людей, у 90% населения одни и те же мечты. Я очень много езжу, выступаю по конференциям, и все время, когда мы записываем мечты, мечты все связаны с материальными благами. Для того, чтобы к этим мечтам прийти, нужно заработать определенную сумму денег. Для того, чтобы заработать определенную сумму денег, нужно определенное время. То есть, мы прописали в этой таблице, за какое время, сколько человек, сколько он может заработать и какие моменты он может закрыть. Допустим, первое, к чему там стремятся наши сотрудники, это закрыть все свои долги. Человек без долгов, как себя чувствует? Хорошо, хорошо, уверенно. То есть, я вообще очень за то, чтобы в человеке прокачивать уверенность. Потому что, когда человек в себе уверен, все, ему ничего не страшно. То есть, я сверхуверенный человек, мне вообще никогда ничего не страшно. Я просто вот иду и все. Я знаю, что все равно все будет ок. Вот. И я также хочу это прокачивать в людях вокруг, в своих сотрудниках. Ну, для меня это важно. То есть, мы закрываем сначала все его долги, мы прям ставим цель. Окей, там, говорю, Маша, давай, когда? Она такая, ну, давай вот через полгода. Я говорю, что через полгода ты закрываешь долги. Потом наша задача сделать так, чтобы они формировали себе финансовую подушку. То есть, человек без долгов и с финансовой подушкой. Как себя чувствует? Еще лучше. А это влияет на энергию вокруг этого человека? Ну, конечно. А энергия влияет на атмосферу локально в салоне? Конечно. Это же важно? Важно. Вот. Дальше. Потом я говорю, там, Маша, хочешь машину? Давай сделаем так, что спустя время, ну, там, мы заработаем тебе на машину. Там, нужно вот так поработать. Там, нужно вот таким показателем прийти. Нужно столько клиентов сделать. Должна такая клиентская база быть. Окей. И так далее. И на пять лет вперед человек знает. И что там, как к пятому году обучения? Обучение, работа. Ну, все, уже и машина, и квартира, все есть. Все есть, и человек удовлетворен. Да. Но для этого нужно работать. Это же, получается, мотивация сотрудников как элемент сервиса. Потому что, если себя хорошо чувствует сотрудник, сервис тоже повышается. Просто это как бы вектор. Да. Об этом никто не думает. Очень важно, чтобы сотрудники себя хорошо чувствовали. И я считаю, что с таким подходом у меня в салонах, в студиях образовывается определенная атмосфера. Ну, и, блин, почему сейчас очень много различных тренингов по целеполаганию, там, почему-то еще. То есть, по сути, это мы просто просто ставим им цели. И люди, они приходят к тебе, и они видят то, что я в них верю, что они дали мне слово, что они к этой цели придут. Благодаря этой цели они сами же становятся сильнее и лучше. И, соответственно, это же классно. Это очень круто. Вот. И, ну, я вот на таблице мотивации, ну, действительно заморочилась. Я считаю, что только лидер, только собственник. И вот задача лидера, задача предпринимателя — мотивировать. Мотивировать команду, мотивировать сотрудников, ставить цели. И я все время, когда, вот недавно я вела урок на масштабирование по команде, я спрашиваю, то есть, сотрудник не будет работать для того, чтобы достичь вашей цели, да? Чтобы, допустим, там предприниматель, не буду я работать там на Петю, который хочет, допустим, купить себе квартиру. Ну, мне плевать на Петину квартиру, не я же там буду жить, правильно? Я буду работать ради своих целей. И мне важно, чтобы помимо того, чтобы я достигала своих целей, чтобы сотрудники, работая со мной в команде, достигали своих целей. И тогда это будет сильнейшая мощная команда, которая придет к большому-большому результату. Мне кажется, если бы каждый предприниматель в дальнейшем понял это, у нас просто вообще...